Вот на улице сегодня 17 ноября. Вот такой куржак лись, как будто бы серебром все посыпаны. Это я перешел на другую сторону улицы, чтобы это заснять. Вот место, где мы собираемся, молимся. Такая красота. Вот там появился новый щенок беспризорный. Кормить нельзя, запретили мне это делать. Вот так. Это вот какое-то растение тут посадили около нас. Такое оно красивое. Специально показать. Вот оно рядом. Это миндаль. Красивое дерево. Куржак на березе и на елке. Ель настоящая. А это калина. Вот такая калина тут у нас. Прекрасная. Вот она и ягоды. Руки мерзнут. Я бы еще тут поснимал, показал. Сейчас залез голубям, они не вылазят. Там покормил их. Такая красота. Вот она. Ягоды покрыты. Сколько надо взяли, а остальное так. Ну вот теперь отсюда показать. Береза. Ель какая. Это у нас в ограде. Вот я их не садил. Ничего. Вот так Господь сделал, как с неба опустил. Я здесь собирается людям. Это уже я поздновато вышел, облетел куржак-то. Но все равно видать. А то прямо веточки клонятся. Вот так Господь делает, украшает. Это Сибирь, Сибирь. А когда считаешь, под Москвой были. И дальше все говорят, а тут прислали из Сибири. Там дивизия. И показаны в белых полушубках. Но это, ну ясно дело, что все-таки привычка. Вот я не знаю, как бы год жил. Вот. Целый год жить и не меняется ничего. Ну, пришла, поесть охота. Ну иди сюда, я тебе дам. Иди. Иди гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля. Вот я и бросил. Дикая. У меня живет и специально, чтобы не болели вертплечкой. Вот это там соседняя. А это вот иззалека, чтобы полностью попало. Сибиряки. Они были очень приветливые. Вчера читал записки Гоголя. Там ехали они в Оптину пустыню. Девочка набрала ягоды. Хотели купить у нее в лесу там где-то. На дорогу вышла. Она говорит, нет, вы путешественники, пришельцы. Свасть брать нельзя. Ну и там Гоголь пишет. А то сразу видно монастырское уже дело-то. Как приучили людей, какие они добрые. Много времени потратил все про Александра Александровича Блока. Когда он 12 написал. Ну, кощунство над Христом. Это вот я сравниваю только сейчас вот с Задорновым. Какое покаяние приносил. Он просто жене кричал любовью своей. И ни одного экземпляра нет. У кого сохранился он, я убью его. Вот и убью его. Я это впервые обратил внимание, когда взял материалы у Евгения Евтушенко. Ну, то есть кощунство даром не проходит. Вот Пушкин приписывает ему Гавриле Аду. Чем закончилось? На Черную речку потянуло. Лермонтов с этим демоном возился. Четырнадцатый вариант. Пуля в лоб. Ну, не один он. Это же... А вот Дворного столько всего напакостил везде. Он должен был все провернуть. Запретить, выставлять, убрать. Предать анафеме свой путь этот. А нет. Ничего нигде нет. Самое последнее. И то с язычеством. Все языческие у него там торжества идут. Язычник был. Наслаждал язычество. Прочитайте в Библии, что об язычниках говорится. А тут небо, Царство Небесное. Такое он хорошее. Вот сейчас везде только об этом и говорят. Ему рай. Ну, какой рай языческий, как мы были, как на небе. Послы язычники сказали Владимиру, возвратившись. Вот как Богу слава. Истинно должно быть покаяние, не обманное. Вот так. А ты что залезла в шкаф? А тут и до стола уже нет. Ну-ка. Этот поймал одну мышку. Из одной мышки тебе все разрешается, что ли? Это стол, где мы обедаем. Это я не разрешал. Не разрешал. Слазь-ка давай. Паля, по-хорошему слазь. Тут кастрюльки стоят. Она мышку поймала тут. Мышь-то залезла в стакан, а там ее не выпустила оттуда. Пакетик такой лежал, он как мордушка. Горловина сделалась, а не проливашка. Так, Паля, давай отсюда. Давай. Давай, Паля, Паля, давай, 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 давай. Вот так, иди на полу гуляй. Мышек на столе нету, нельзя лазить. А то вот мы сейчас закрываем печку, протопили. Паля-то обожгла ноги и железными листами сразу загораживаются. Ей ниоткуда туда нельзя попасть теперь. Вот печка из двух сторон. Ну один раз это случайно, а два раза это система. Вот так. Сходил на улицу. Ой, посмотреть отсюда как. Вообще удивительно. Вон там кто-то идет. Вот этот кус видно весь он и коржаком покрытый. Господь благословил. Так. Это у меня над столом. Ну это на телефон, стационар, чтобы правильно пользовались. Видите, как на столе тут что у меня. Все время, 7 раз в день надо помолиться. Семикратно в день прославляю тебя. 118-й Псалом, 164-й стих. И вот у меня висит Сексинская Мадонна и Рафаэля. Православные-то это осудят. Ну, я не молюсь, просто она так висит. Не потому что я зазираю ее, а часы стоят, время неправильно. А потому что она хорошая. Вот это запасная Евангелие на полке. Там мои книги по экземпляру. Чтобы всегда кто приходит, что-то спрашивает, посмотреть. Звонят в другой раз. В каком томе это у вас написано? В каком томе? А я в один файл все сейчас согнал. И это проходит Новый Завет. И легко смотреть в Word. И здесь три тома. Вот так. Вот Володина. Вот сейчас Никиту ждем сегодня-завтра. Он тоже тут расположится. Времена пришли какие. Думал ли Тим Бернерс Ли? Изобретший интернет. Что так будут заниматься люди. Никого нигде нету на улице. Пойдешь вообще ни одного человека не видать. Ни ребятишек, никого. Если бы раньше сказали, что вот на почтовом отделении международные разговоры. Кабинки даже уберут. Никому не нужен за ненадобностью. Да не поверил бы. У меня с таким трудом доставали пишущие машинки. Разные. И Юниас. Была и Украина там два. Ну вот все. Пришло время и никто туда и не идет. А кому нужно когда телефон в кармане? Мы же не в Северной Корее живем. У нас конечно если так смотреть это тут. Вот два ящика стоит с дровами. Тут выше по этажам тоже дрова сушатся. Ну и беспорядок такой. А беспорядок это наш порядок. Здесь сумки. Это три кровати. Сейчас только приезжают гости. Сразу убрал и все. Три. Это вот маленькие затаренные. Только пройти человеку. Вот. И здесь точно так же. Вот показать. Вот. Это моя койка. Вот это Никитина. А там Володина Пащенко. Никита Колесников. И везде все вот так. Сказать и везде книги, 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 книги. Когда мы убирали оттуда все. Где пожар был. Все сгорело. А книги остались. Я создал несколько библиотек. Ну в общей сложности в жизни своей библиотек 16 создал. Большие библиотеки. Подарил. Подарил которые. Ну и из своих книг которые дарил с Евангелиями в разных городах. Примерно еще 600 с чем-то библиотек. Вот это. Это благодать Божия. Благодать. Это нельзя сделать самому. Проехали от Тихого океана до Атлантического. Везде дарили и дарили. Надо было видеть такие как вот Ростов-на-Дону. Для нас это праздник. А было где не принимали. Это Кемеровская епархия и Тульская. Вот они там сейчас баптистов травят. Везде они ничего не знают. Десятилетия справляют. А за ними ничего нет. Манкурты я их называю. Манкурты. Две. Такие ревностные. О православии заботятся. Какое православие. Всех давить надо. Давить. Давить. Ты им разъясни. Разъясни, чтобы он пришел. Как протопопа Вакуум писал Нику. Ну где ты нашел, чтобы огнем да мечом обращали в христианство? Где? Вчера вот тоже послушал. Мне дали прослушать там Зоя Александровна Крахмалникова и дочка Зоя тоже. Дала интервью у епископа Тихона Егорьевского Шевкунова. Он на сто процентов законченный Сергеянец. Он защищает. Сознается, что ложь. Это ложь. Что Сергий сказал, что у нас нет мучеников. Никого нет. А это преступники. Ну то есть отреклись. Такого в истории церкви никогда не было. Вот. И в то же время защищает. То есть ложью пытается спасти. А кто-то написал. Ну вот если бы этого не было. А церковь была в подполье. И теперь, когда разрешили выйти, то какая она была? Такая же вот крохоборная. Монетизированная. Или нет? Какая бы она была? Они вопроса даже не ставят. Это все кончится. Видимо и временное. И только церковь, государство, церковь. Христа как будто вообще нету. Ни местописания, ничего никогда не приводит. Так это не худший епископ. Не худший. И только защита. И как он сказал. Именно ему царство небесное. Тут отзывы такие. Так не бывает. Чтобы сто восемьдесят пять, допустим, отзывов были. И все только одно. Царство небесное. Значит хорошо чистят. Ну хоть один-то не согласный. Надо отзыв оставить. Но если не ругаются. Просто говорят. Я тоже убираю. Тут кое-что. Моделяторы убирают. Там матерятся. Ругаются. Сегодня только узнал. У нас гусеница слетела у бульдозера. И двести восемнадцать. Двести двадцать с чем-то тысяч посмотрели. А там ничего и нету. Оказывается, для людей эта тема понятная. Бульдозеристы, которые работали, они сами себе сказали. Я работал. Я знаю. Вот так вот. О божественном чего они могут рассуждать. Сапожник-то. Сапоги точают. Пирожник, пироги. Пирожник. 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 Пирожник.